Что мы знаем об аудите пожарной безопасности и насколько эффективно его можно применить в жизни современного общества? В чем польза аудита и каковы убытки, если оценка пожарного риска проведена некачественно? Смотрите в нашем следующем сюжете. Термин «аудит пожарной безопасности» возник из положений нового революционного пожарного регламента, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. О пожарном аудите говорили еще до его появления, а также в процессе принятия регламента. Но теперь все чаще возникают вопросы по правомерности проведенного аудита и полученного по его результатам заключения. Независимая оценка пожарного риска включает в себя анализ документов, характеризующих пожарную безопасность здания, пожарно-техническое обследование объекта, произведение расчета, категорирование риска объекта, расчет заданных параметров. На данный момент количество аудиторских компаний в России слишком маленькое, а условия получения свидетельства на право аудита довольно непростые. Например, в штате фирмы должно быть как минимум пять экспертов, которые проходят аккредитацию в Москве. Также оценку риска пожарной ситуации могут осуществлять предприятия, которые не выполняли какие-либо работы на этом объекте. В случае, если при проведении независимой оценки пожарного риска объект полностью соответствует требованиям пожарной безопасности, собственник получает заключение о независимой оценке пожарного риска на срок не более трех лет. В проведении аудита есть и свои плюсы. Основным преимуществом такого вида проверки является исследование объекта без фигурирования пожарной инспекции. Так, к примеру, в случае выявления несоответствий при проверке предприятия отсутствуют штрафные санкции. Более того, организация сможет продолжить свою работу без перерыва. Но все же аудит пожарной безопасности, как ни странно, полностью не избавляет от проверок объектов. Он только лишь в некоторых случаях может их отсрочить. Ольга Жукова, Михаил Брыксин, Новости ТВ Рассказыва.